Что вы знаете о коронавирусе? Я болею. Ну, я знаю, что этот вирус из Китая, знаю о том, что заболело уже очень много людей, но тем не менее есть и те, которые выздоравливают. Ну, и очень много, кто сейчас старается не контактировать с китайцами и со всеми, кто связан с этой династией. Коронавирус, я знаю то, что никто не знает правду, но, как говорится, береженого Бог бережет. Поэтому вы в маске. Поэтому, да, я в маске. Что вы знаете о коронавирусе? То, что это вирус. Город Ухань. Город, где он начался. Распространение точно не скажу. Ну, США, Европа, в России, по-моему, случаи мало зафиксированы. Или вообще. Я уже точно не помню. Коронавирус очень опасная вещь. Может быть, еще какие-нибудь сведения, которые вас пугают? Меня не пугает вирус. Узнаю, что этот вирус из-за границы, его к нам приносят и то, что лечит его водка. Не знаю, появился в Китае, люди болеют, но большинство выздоравливает. Что еще? Все. Закрывает рейсы, страны. Все. Я вообще из мемчиков узнала. В общем, коронавирус — это отдельное царство этих вирусов. И бола тоже входит в их число. Возможно, это биологическое оружие. Что-нибудь может быть страшное, чего нужно опасаться? Я думаю, тех людей, которые побывали именно в Китае, вот их стоит. Знаешь, если что-нибудь о коронавирусе? Да, этот вирус произошел из города Ухань, в Китае. Наверное, он заболел 30 тысяч человек. В 857 умерло и 2,5 тысячи выздоров. Заразились им на каком-то рынке, в этом Ухане, от укусы летучие мыши. Все правильно, пять. Спасибо. Коронавирус, может, это американское оружие? Это может быть и китайское оружие. Может быть, это очень много версий, которые вот китайцы там, чтобы упали акции китайские, чтобы исключить иностранцев из своего рынка там и это сделать по дешевке, да? Считаете ли вы, что это американское оружие? Ну, я бы не сказал. Это все-таки сейчас глобальное потепление, проблема очень популярна. Типа, и вот всякие вирусы выходят наружу. А то, что это американское оружие, ну, это многие люди считают просто теорией заговора. Но мне кажется, это бредовая теория. Я думаю, это русское оружие. Кого мы будем убивать? Экономика пошла по пизде. И вот, да, так, как-то так. Если коротко. Нет. Почему нет? Это китайское оружие, не американское. Сами накосячили, сами теперь пытаются исправить. Я считаю, что это не оружие, по крайней мере, не американское. На самом деле, может быть. Я думаю, что это, в принципе, может оказаться политической деятельностью какой-то. То есть, это может быть атака также со стороны Китая, ой, со стороны, точнее, Америки, или со стороны каких-то других враждебных стран, которые не очень хорошо относятся к Китаю. Вполне возможно. Или, может, китайское. Может, против россиян. Хотя это уничтожить россиян. Ну, как бы, инфекция распространяется по всему миру. Так что, возможно, это оружие планетарного масштаба. Может быть, это американское оружие? Скорее всего, это российская пропаганда. Американского оружия. А если бы вы заболели коронавирусом, что бы вы делали? Три шага первых. Депрессия, торги, гнев. А что бы вы делали, если бы вы заболели коронавирусом? Я не заболею коронавирусом. Почему на вас даже маски нет? Ну, в Москве как-то не принято. Если бы ваш знакомый заболел коронавирусом, что бы вы делали? Грустила бы. Ну, не знаю, я бы его еще к паре друзей послал. Есть такие. Не знаю, сидела бы дома, ждала. Вот я читала одну статью, где девочка сама вылечилась, сидя дома. Поэтому, наверное, я бы поэкспериментировала с хоум-всяким лечением. Если бы вы заболели коронавирусом или ваша подруга, что бы вы делали? Что бы вы делали, потом скажете. Мы бы отсасывали вирус друг у друга. Да? Ну, когда змея, знаешь, кусает тебя, надо же как-то помогать. Ну, что делать? Лечиться надо, алкоголь пить, водку, да? Или как там это делается, чтобы преодолеть эту болезнь ужасную. Так, что бы вы выбрали, заболеть ВИЧ или коронавирус? А есть третий вариант, ничем не болеть? Не-не, вот два варианта, как бы. Вас поставили перед фактом. Либо ВИЧ, либо коронавирус. Что бы вы выбрали? Наверное, коронавирус. Почему? От него могут вылечить. А от ВИЧ? Ну, мне кажется, от ВИЧ сложнее вылечить, чем от коронавируса. Опаснее? Ну, больше, мне кажется, коронавирус, во-первых, он неизвестен. А ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, то есть у тебя просто иммунная система слабеет. И есть множество препаратов, которые не дают это сделать, то, что ты можешь, ну, то, что ты сможешь легко заболеть от этого. А коронавирус – еще вообще неизвестная болезнь, и лекарства только ищутся, израбатываются. Хотя, замеченные случаи из лечения. Алкоголь. Алкоголь, да. А сигареты? Сигареты не так опасны, потому что о них предупреждают везде и вся. То есть это выбор человека. Что опаснее, ВИЧ или коронавирус? Наверное, ВИЧ. Почему ВИЧ? Ну, так как это, блин, факт. Ну, типа, ты этим заболеваешь, тебе нужно это каждый раз поддерживать, а коронавирус можно вылечить. Так, ну вот коронавируса у вас нет, у вас есть ВИЧ? Нет. Ну, хорошо, ВИЧ еще более-менее как-то можно подлечить, в отличие на данный момент от коронавируса, насколько я знаю. Ну, лекарства, оно есть, но они вроде как говорят о том, что сейчас те, кто заразился и вылечился, опять заражаются. Коронавирус. Почему? ВИЧ у вас уже есть? Нет, нет, но я считаю, что от коронавируса, наверное, легче выздороветь. Хороший вопрос. Так как я не занимаюсь сексом с чернокожими гомосексуалистами, так что я думаю, что коронавирус опаснее. А если бы, вот смотрите, была кнопка большая, красная, вы на нее нажимаете, и все, у кого коронавирус, они просто исчезают, допустим. Ну, а исчезают, это как, просто вообще с Земли? Просто улетают на Марс, селон-маском. Ну, это не дело, ну, если, типа, идет тема о истреблении этих людей, то, ну, это бессмысленно. Все же, медицина довольно сильная штука, надо найти просто препараты и все. Нет, потому что это вирус, который лечится. Ну, соответственно, если сейчас его не могут излечить, значит, его смогут излечить через день или через два. А если бы была большая красная кнопка, которая убивает всех носителей коронавируса, вы на нее нажимаете, и просто все исчезают, вы на нее нажали? Да. Да, серьезно? Да. Почему да? Не знаю, просто нажала бы, интересно стало бы. Вы бы на нее нажали? Я бы ее тебе в одно место засунул и ее вот так нажал бы. Нет. Почему нет? Я не имею права решать судьбу другого человека. Нет. Почему нет? Нельзя так. Я тебе не Танос. Вы заболели, что бы вы делали? Нажала бы красную кнопку. Вместе с вами еще там 30 тысяч человек умрут. Ну, пускай. Обнажали? Наверное, да. Почему да? Ну, потому что хотелось бы прекратить все это, весь этот ажиотаж вокруг этого, потому что, ну, это не значит так много, как люди это восхваляют, вот так вот скажем. Да, нажал бы. Почему нет? Окей. Вы хотите в Китай? Нет. Почему нет? Мне не нравится культура. Вот просто. Это никак не связано с коронавирусом.